Это традиционно, я так понимаю, для этого периода времени, когда большой поток движения, вот такая пробка постоянно у нас существует. У нас проводим работу, да. Ну, я не знаю, сейчас проводим пробку. Работы на проспекте Свободной серьезно затрудняют движение. Это чувствуют на себе и автолюбители, которые периодически выстраиваются в длинную вереницу. Это почувствовал на себе и мэр Гбулатов, когда специально попытался проехать здесь сегодня утром и застрял в пробке. А днём глава города собрал на месте работ чиновников, дорожников и автоинспекторов. Все понимают, что без помехи автолюбителям работу не сделать, поэтому задача одна – сделать её как можно раньше. Очевидно, что здесь мы осложнили движение, и другого варианта нет. И я рассчитываю на то, что горожане с пониманием относятся к тем решениям, которые принимаются. Задача заключается в том, чтобы максимально сократить сроки выполнения работы. Сроки долго обсуждали у стенда с руководителем подрядной организации. Выясняли, что мешает работать быстро и как можно эти проблемы решить. Но, как выяснилось, ничто не мешает. Если надо, строители готовы работать быстрее и даже по ночам, как это было во время реконструкции другого участка свободного. Но если это не нанесёт вред местным жителям и качеству работ, единственный оставшийся на их пути дом уже в субботу снесут. С железнодорожниками, а реконструкция проходит в паре метрах от путей, договориться можно. Уже сейчас работы идут с опережением. Ну, октябрём мы планируем здесь закончить. У нас по графику, значит, 1 ноября завершение. На сегодняшний день мы идём с опережением графика, значит, на один месяц. Значит, если сейчас оперативно будут решаться эти, значит, все обозначенные проблемы, я думаю, опережениями постараемся, так как главой города поставлена, значит, задача создать ещё, постараемся ещё увеличить. Автоинспекторы, в свою очередь, уверяют, негатив от строительных работ сгладить можно. И тут же предложили несколько вариантов, как уменьшить автомобильный трафик на этом участке. Может быть, пересмотреть правый поворот с улицы Майерчика на проспект свободный. Возможно, пересмотреть систему общественного транспорта. Если какие-то маршруты дублируются, может быть, их нужно просто убрать, потому что автобус, как говорит на транспортное средство, занимает гораздо большее количество проезжей части. Соответственно, вынуждая других участников движения, ну, в целом, образуются заторы. А пока будут решать, как именно разгрузить этот участок проспекта, водители просят учесть, что проехать здесь достаточно сложно. Работы на этом участке проспекта продлятся до осени. В июле дорожники закончат эту сторону и перейдут на противоположную. И всё это время движение здесь будет затруднено, поэтому автоинспекторы просят водителей выбирать другой маршрут, например, через Копылова или Калинина. Зато, когда работы завершатся, проспект свободный на всём протяжении будет пяти-шести полосным, и тогда уже точно оправдает своё название. Единственное, что смущает, проезд под путепроводом расширить невозможно. Он останется таким же, как и сейчас. Дмитрий Пименов, Михаил Масленников, Афонтова Новости.